так и снова всем привет в общем манипуляции с объектами также напомню до что хочу сделать рубрику отдельный плейлист вопрос-ответ потому как все делаю в режиме life просто запускаю моделью в общем делаю да возможно что-то упустил у вас есть вопросы то пишите как бы в комментариях я буду записывать отдельные видео также если вас интересуют какие-то модельки на чем-то застопорились не можете смоделировать присылайте до делайте ссылку чтобы я увидел какие-то скетчи или что-то также буду моделировать и пресс процесс моделирования с пояснением буду выкладывать уже в другом плейлисте который будет называться наверно вопрос-ответ где-то так и так поехали наш кубик то есть мы viewport уже помучали уже знаем как его вращать масштабировать и так далее как перемещаться вот теперь самое главное до манипуляции с объектами первое вообще вот это вот до 3d курсор все его чуть ненавидят а ну это те только те кто приходит сначала в блендером на самом деле удобная штука то есть этот 3d курсор где он расположен там будут появляться вновь создаваемые объекты вот и еще примечательно этот 3d курсор он всегда появляется на поверхности объекта мы потом вернемся еще к настройкам этого 3d курсора когда это будет необходимо да он еще умеет вертеться у него есть свои координаты и так далее но пока что вот это такой объект где появляются у нас объекты да то есть мы устанавливаем точку там они будут появляться ну и также он может быть использован как точкой вращения масштабирования для каких-то манипуляций в общем дальше есть разного рода гизмы да то есть мы объекты в 3d мире можем перемещать вращает масштабировать и вот это гизма трансформации где как бы включает в себя все вот тут в этом бы видео я бы очень рекомендовал вообще действительно взять ручку и листик бумаги и выписывать эти горячие клавиши вот еще раз напомню блендер силен именно ими можно написать как бы кучу горячих клавиш нажимать их и создавать какую-то модель вот так же примечательно в блендере 29 появилась такая штука да мы можем создавать там кубики шарики но чуть-чуть иным способом типа как в 3d maxi в зале нарисовали есть еще он их рисует на объектах до что тоже очень прикольно вот в блендере 283 пока что еще этого нету да но она скорее всего туда переедет поскольку он с долгосрочной поддержкой так теперь в общем манипулируем объектами ну и прежде чем манипулировать наверно объектами стоит сказать что их то нужно как-то выделять в данном случае у меня выделение стоит на правой кнопке да поэтому если вы в скринкасте видите что я нажимаю правую кнопку а вы выбрали себе левую то соответственно вам жать на кое-что другое вот опять же вы выделять несколько элементов мы можем удерживая shift вот если будем контру удерживать до снимется вообще control используется когда мы выделяем рамкой до удерживая контур мы будем снимать выделить если вы по выделяли вот так несколько объектов и из контру вам удерживая снимите снимется со всех будет это только выделить до в блендере вот как то так вроде и неудобно на несколько раз нажать чтобы снять выделение с одного но быстрее это вот действительно сделать удерживая контур вы протянуть так рамочкой и вы снимете с него выделения еще выделить все нажимаем клавишу эй вот снять выделение alt и да то есть в блендере с помощью альта многие операции это операция как бы отменить вот так же можно снимать выделение дважды нажав и два раза нажали вот она снялась вот так же есть такие тут моменты мы можем да вот этот твик это я говорил что для тех кто выбрал левую выделение левой кнопкой мыши вы тогда с помощью этого инструмента можете хватать и сразу же перемещать объект если на выбор правой то это и так можно делать также быстрая перемещая быстрая как бы смена вот этих инструментов надо был она у кого левая кнопка мыши выбрана мне не надо в общем этого менять вот но если кому-то надо вы можете ее назначить опять же правой кнопкой сайм шорткат этот да и назначить себе какую-то горячую клавишу этого делать не буду опять же по старой привычке стоит у меня сэлок бокс вот если мне надо там выделение как бы ну иногда бывает еще ставлю себе лассо да и тогда я выделяю лассо с контролом снимаю выделение а если мне надо выделение квадратом по старой привычке я нажимаю да и выделяю тогда опять же нажали by и и удерживая тогда shift будет снимать выделение си это выделение кистью и колесиком вы можете регулировать ее но когда вы где нажимаете клавиши там себе вы как бы заходите в режим выделение что с него выйти надо правую кнопку нажать да и тогда вот выделилась и дальше вы продолжаете вращать и манипулировать сцены вы можете такое случится нажали си вроде покрасили а сцена потом не крутится да то есть выйдите из режима выделения и тогда продолжите но это такое наверное скорее всего она исчезнет и будет выбор только вот здесь опять же если выбрать вот тут вот этот сэлэкшн сокол сэлэп цокол да то есть круг выделения я не знаю вот как горячими клавишами размер этого выделения изменить возможно знаете подскажите вот но у меня в основном вот так да то есть выделение просто вот этим боксом так выделяем с контровом снимаем выделение в общем то как бы и достаточно далее манипуляции так возьмем наверное вот эти элементы удалим курсор да вот часто надо вот это же наш центр нашего мира где мы боги где мы будем творить вот и иногда в центр этого мира хотим чтобы появлялись объекты непосредственно отсюда и нужно бы курсов сюда поставить да то это можно сделать горячими клавишами shift си или же из вот этой нашей панельки есть меню view и есть у нас поля 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 в блендере это вообще отдельная такая тема да ну давайте сразу поля то есть каждое поле во-первых регулировать да можно но обычным методом взяли схватили потянули самый первый метод установили как курсор написали 0 например сбросили значение а можно нажимать на вот эти стрелочки вот и то есть происходит у нас перемещение можно схватить и потянуть тоже происходит перемещение если схватить потянуть и в этот момент удерживать клавишу shift вы будете перемещать тысячные данный если удерживать клавишу control у вас будет происходить привязка к сетке вот если вы наведете на поле нажмете control и покрутите колесико мыши да у вас также будут сотые перемели мой 10 до перемещаться вот если вы наведете на это поле опять же курсор и нажмете backspace у вас обнуляться эти значения также это поле можно например левой кнопочкой мыши вот так вот протащить и тогда вы можете значение сразу там в 3 или если вы видели два поля да тоже изменить вот ну можно отсюда сбросить до самый быстрый способ это вот так дальше менюшка это и видим снизу сочетание клавиши shift и соответственно его лучше запомнить и нажимать и тогда рядом с курсором будет появляться это менюшка откуда мы будем выбирать наши примитивы далее вот манипуляции с этими перед примитивами да ну соответственно она есть панелька transform в данном в вот этом настройках объекта вот и также в панельки трансформации а тут есть перемещение вращение и масштабирование есть еще димэншен смоги меньшинс это такой пересчитанный масштаб если вы будете менять димэншенс вы будете видеть что и изменяется масштаб и тут важно еще в блендере одна такая штука что вы вот здесь манипулируйте сейчас не сетками вот машин да то есть каждый как бы объект в 3d мире он состоит из точек там ребер и граней вот тут вот в данном случае вы манипулируете контейнерами вот вы изменяете масштаб контейнера а данные остаются такими же да то есть вот тут в панельке аутлайнера вы можете увидеть что есть контейнера в нем есть данные куб еще к этому тоже вернемся но также тоже покажу вот например я изменил его масштаб изменил масштаб контейнера куб изначально появился два на два метра если я сейчас перейду в режим редактирования и просто отобразим размеры наши хэджи вы увидите что они все по два метра да то есть мы изменили контейнер объект он просто масштабируется по контейнеру мы его не пересчитали и вот есть частая операция такая она находится вообще вот здесь менюшка apple или горячая клавиша контролей если я пересчитаю скил на то есть вот он изменился по единичке и теперь если мы зайдем в режиме редактирования мы увидим что наши данные тоже пересчитались соответствии с контейнера на то есть есть контейнер есть данные это важно будет понимать вот к этим моду мы еще вернемся то есть объект да еще к этим полям да еще тут есть такая скрытая штука этим полям можно драйвера даже устанавливать если вы к примеру напишите там диез и фрейм вот нажмете enter то у вас по шкале времени будет кубик смещаться на единицу да то есть если вы нажмете play вы уже в общем то создали как бы анимацию также с этими данными можно там работать дальше надо медленнее там поделили на десять да и уже как-то медленно крутится ну и так далее да то есть такие многофункциональные поля драйвер если нужно удалить правой кнопочкой и где-то длить и все стало вернулась как было то есть объекты можем до вращать масштабировать и все делать вот тут как бы достаточно точно но можно это делать горячими клавиши опять же я буду ну использовать вот только такой тип манипулятора вот эти скорее всего у меня даже наверно нигде не появятся ну давайте по манипуляторам первая да то есть манипулятор перемещение и тут вы видите оси соответственно если стрелкой схватили за ось перемещайте вдоль этой оси одной если вы наводите вот выбираете видите квадратики такие вот например зелененький да чем зелененький это значит что ось y исключится да и то есть теперь мы объект в плоскости перемещаем соответственно тут точно так же будет на исключаем как бы эту ось если схватим вот тут в центре то мы будем как бы относительно плоскости нашего экрана view порта до перемещать объект вот если вы соответственно перейдете вид какой-нибудь ортографический схватите тут вы будете в общем то тоже в плоскости это дело перемещать на то есть операция перемещения со вращением да тут тоже несколько штук таких в центре схватите будете относительно опорной точки вращать вот схватите наружный круг будете относительно плоскости экрана вращать ну и соответственно тут за 8 дергаем вращаем относительно какой-то оси вот ну и в данном случае давайте за z схвачу если вы будете также удерживать shift то вы будете у нас высотами манипулировать если control зажмете то у вас будет угол шаг 5 градусов то есть тоже удобно ну и манипуляции вот с масштабом точно так же да можно или в плоскости масштабировать или по каким-то сам или везде сразу да ну или включить можно эти манипуляторы я вот настоятельно рекомендую все таки вот сейчас схватить кусочек бумажки и карандашик и теперь начать манипулировать чуть по-другому да то есть горячая клавиша есть горячая клавиша джи вот там от слова граб до увидели нажал давайте чуть больше кнопочки сделать то есть джи нажимаю и сразу же у нас объект залипает как бы курсору и мы перемещаем его в плоскости экрана или видового окна в данном случае у нас ортографический вид и значит мы в плоскости до в плоскости двух осей если я сделаю вот так на там поверну куда-то и теперь нажму ну вот перспективная вот в плоскости нашего экрана но если вы в блендере пока ничего не зажимаем зажимается в блендере только там shift control alt да а так все нажимается единоразово за исключением клавиши d это когда вы рисуете этим грейс пенсилом себе какие-то намёточки еще напомним что они идут в аннотациях можно удалять вот то есть смотрите нажимаем g один раз на все он прилип далее мы можем указать ось нажал z да и у нас объект по оси z только перемещается опять gx например да только x или y могу переключить там z и затем я могу на цифровой клавиатуре указать насколько мне переместить то есть как бы такие разговариваем сами с собой граб схватить на привязать к оси z то есть надо нажать z вот и насколько единиц переместить допустим 5 на и нажимаем enter все наш объект если мы посмотрим по оси z на 5 метров переместиться да то есть опять g z нажму например 5 и нажму еще минус и он у нас назад в нулевые координаты изменится вот или например я его переместил и вот здесь вот могу нажать backspace и он опять в нулевые координаты свои где он был рожден переместился или же если я вот так опять же нажал переместил нажму alt g я точно так же обнули эти координат да то есть перемещу есть еще такой момент до кубик родился и он родился с глобальными координатами ну допустим давайте например возьмем мартышку у нее то есть лицо и у него лицо это сейчас координата минус y да то есть она вот сюда смотрит и она с ними родилась да если я перемещу в локальные координаты ничего не изменилось но если я допустим теперь мартышку да куда-то покручу видите локальные координаты у нее отличаются от глобальных то есть глобально это типа там север юг восток запад да а в локальные мы там отображаем где у нее там вперед зад вверх нашей как бы модели и вот бывает необходимость иногда когда вы находитесь в глобальном да по перемещать объект в ее локальных координат также вы например для себя можете в viewport display тут axis до отобразить тогда вы всегда будете видеть локальные координаты вашего объекта ну например пока теряетесь и вот теперь смотрите если я нажму g то есть я перемещаю если я теперь один раз нажму ось z да то я перемещаюсь в относительно глобальности а теперь второй раз нажимаю меня переключаются то есть на локальные координаты моего объекта соответственно сейчас g xx теперь по локальным нашей мартышки да то есть удобно также вот эти да мы говорили есть вот эти штучки плоскости это исключается одна ось как исключить нажимаем g и шифтом указываем ось которую хотим исключить допустим 60 да то есть я отключилась за соответственно у меня теперь в плоскости тут перемещается ну допустим еще g опять shift x да и видим теперь вам подсветилась вот теперь в этой плоскости у нас перемещается вот alt g сбросили перемещение если она не была применена дайте трансформации точно также всякие вот штуки относительно ну поворот как он относительно самой себя как бы вертеться это дважды нужно нажать r и вот она так вращается просто r нажимаете объект перемещается относительно плоскости экрана например нажали r z45 да то есть вы повернули по оси z на 45 градусов то есть если сам год свои действия комментировать что ты хочешь они как бы горячие клавиши рождаются сами собой так да переместили вроде бы хорошо вроде бы все моменты такое ну с масштабом как бы все те же самые операции вот ну можно опять же теперь до что нибудь там было в прошлых моих уроках какой-то стульчик до создавался вот тоже потренироваться на этих стульчиках то есть примитивы изначально например shift и добавляем куб до что с кубом надо делать то чтобы это по как бы сигала было то есть масштабируем можно это делать так да но намного проще все таки да никакие манипуляторы не мешают нажали с z из масштабира а вот тут еще такой вот момент вы всегда в блендере должны как бы плюсти где находится ваш курсор если я например курсор в момент нажатия буковки s был вот тут смотрите нажимаю то у меня очень трудно да мне как бы плавно регулировать его масштаб но если в момент нажатия я отнесу курсор куда-то сюда нажму с дата увидим как плавненько как бы у нас все происходит ну и также напомню shift удерживаете да мы как бы манипулируем там соты в данном случае 600 тысячные вот то есть плавность хода также с контролом это у нас не будет работать как бы привязка к сетке так ну и что мы делаем например а еще давайте такие несколько кнопочек да вот ну нам нужно быстро этот табуретик сделать то есть нам нужно копировать эти объекты вот shift мы его копируем shift d только операция она называется копировать и переместить если мне перемещать его никуда не надо я могу правой кнопкой отменить как видите куба уже два то есть он один в одном он есть нажму g вот я его быстро то есть запомнить shift d операция копировать и переместить хоть и называется она просто просто дублировать да но если бы дублировать мыши в даяну да не хваталось за курсором то есть дублировать и переместить правой не надо отменили перемещение все он есть этот кубик лид удалили его сразу соответственно если вы нажимаете shift d копировать и переместить то перемещать можно опять же с указанием оси в как по которой это нужно делать например нажали x или нажали там shift x да то есть вы мы в плоскости перемещаем все это элементарно делается есть еще такая штука alt d до а альды это копии мы копируем контейнер с данными то дублируем да а тут копируем контейнера данные остаются на двоих одинаковые можно посмотреть что тут куб 011 что тут коп 011 да у них данные одинаково это значит если вы зайдете в режиме редактирования да то вы будете редактировать два объекта сразу это бывает очень полезно также а данных вот чтобы показать что это данные добавили например тор вот и что это контейнер да это просто по сути вот опорная точка начальные координаты нашего контейнера если я перейду в данные объекта я эти данные могу заменить найти например тор или сюзану заменить и он теперь кубик стал тором да соответственно я вот этот тор к примеру куда-то перенесу и хочу чтоб на вот этом месте появился кубик дата без проблем залку он теперь тут появился то есть мы манипулируем контейнерами вот ну и давайте как бы как бы табуретку а еще такой момент да вот это важная штука меню последних операций это я так ее называю прошло реально тут отображается последние операции добавили куб тут есть какие-то его параметры нажали g переместили здесь уже появился до операция мув со своими там параметрами это же меню можно вызывать клавишей f9 она будет вас рядом с курсором вылазить как в максе там а не в максе ту другое в двенадцатом меню перемещений вылазит так ну вот эта менюшка она очень-то полезно давние много настроек особенно их будет много когда вы будете уже в режиме редактировать применять какие-то операции а ну и ее польза например вот только добавили объектор да к примеру вы можете тут покрутить количество сегментов там радиусы по изменять и если вы совершите какую-то другую операцию да то все они пропадут но вот этот момент такой для тех кто в максе да неудобненько бывает но в принципе нормально с этим живу опять же если мне надо был пор я что-то с ним сделал куда-то поместил а потом я понял что сегментов не так во первых есть аддон к блендеру как он как-то называется забыл сейчас вылетела с головы короче есть такой аддон его легко гуглиться в пабу появятся настройки и все они тут будут долго жить да но часто делаю например добавляю какой-то еще один то до тор 02 и вот давайте только изменим его параметры вот такой на допустим да я хочу чтоб он был вот тут не тогда я вот этот пор меняю этот на 0 3 да и вот вот он тут появился так ну по манипуляциям вроде они стульчик дождан шифта и добавляем куб с масштабировал с плюс ну г г з приподнял shift скопировал перейду на вид сверху нажму с пик с масштабе да даже вот так еще прикольно вот появилась подсветочка и у нас объект не теряется но если вы где-то клацнули вот объект потерялся да и он внутри нашего объекта находится и тяжело с этим работать но для этого есть у нас то есть отображение сетки а легко вязали перешли в этот режим и все нормально мы как бы видим и можем работать дальше тут мы например сделаем с даст масштабировать но только по оси zz да и вот потянули потянули мышкой вот g z переместили перешли опять на вид сверху shift d выберем x нажму сюда выделил два объекта shift д д д y сюда выделю два объекта shift d r 45 90 клацнули до появилась такая штука выделили все и подняли на землю нажали shift и добавили player растянули его до появился табурет на виде сверху например опять р покрутим сюда shift df да да то есть быстренько могут покрутить и по расставлять мои табуреточки также есть у нас лампочка 1 например сделаем чуть синюю и и также теперь скопируем сделаем чуть желтенькую и у нас по умолчанию включен визуализатор или да то есть тут есть еще у нас несколько таких давайте тоже сразу этих штуках то есть вот это режим решетки быстрое переключение shift z да вы попадаете в режим решетки по моему а вот если z просто будете нажимать будет выпадать круговое меню где вы можете выбирать режим который вам материал превью ну тут будут видны материалы а в шейдинге как бы ничего не видно но в принципе есть настройки на шейдинг и можете то есть отображать как студийный свет можете выбирать какие-то маткапы можете выбирать лоска до для просмотра как-то силуэта но я обычно оставляю вот так еще прикольная штука рендом даже теперь у вас каждый объект отдельный он рандомный цвет у него появляется иногда тоже очень полезно ну опять же если вы накладывали текстуры какие-то они тоже могут отобразиться в этом виде ну по умолчанию материал да и это не значит что он вот сейчас я цвет какой-то назначу что он изменится нет ничего не изменилось материал будет тот который вы настройки viewport дисплей на приство цвет меняете тогда только он там изменится ну короче да можно оставить материал я обычно включаю шедов себе ставлю камень комете и включая режим босс а я вижу как бы и ambient окружен вижу прикольные классники и грани и уже viewport бомбовый с ним прикольно работать то есть даже во вьюпорте наша моделька выглядит офигенно также да вот перешли в режим рендер вот и тут у нас есть лампочки да мы можем двигать и сразу же в реал тайме видеть изменения 0 опять же вид из камеры потом f12 или тут рендер имидж и вы отрендерите вашу первую картинку сразу скажу да что или это как бы реал-тайм движок там прям мягких теней просто так вот с нахрапа и все такое не получится а можно там мы к этому вернемся то ли чё по включать будет интересней но если вы там переключитесь cycles да то cycles это уже там реальный рейтрейсер вот брендер будет происходить дольше но зато качественнее можно в общем добиться фотореализма то есть вот тут важно в блендере для дальнейшего как бы изучение всего важно быстро моделировать это как когда-то ходить ходить вы тоже там не умели нападали бы себе били но постепенно да вы учились учились и потому что вы повторяли одни и те же действия вы научились и ходите бегать прыгать и и так далее да то есть вы стали стали уверенно стоять на ногах так вот и тут точно также до для начала начинаете манипулировать объектами да то есть создаем быстро перемещаем запоминаем горячие клавиши повторяем эти операции раз 30 чтобы они у вас как бы доходили до автоматизма вот чтобы вы не теряли на это время и все будет все будет хорошо так что там есть какой-нибудь еще давайте даже просто viewport так как он выглядит в блендере есть какая-то такая модель к и вот если я переключусь на студию и включу от видите кривите шедов и в режим еще босс да как выглядит уже во вьюпорте можно рассматривать любоваться можно все вот эти вот детальки ненужные до оверлей которого тут там перечисленного так нажать отсюда и все это дело скрыть и то есть можно рендерить в блендере уже банально просто вьюпорт да скопировали например объект повернули его на 45 только не в той 45 сюда поставили или вот так еще раз там скопировали р.р. нажали на покрутили ваш объект вот и еще раз например вот и можно просто даже отрендерить вьюпорт идете view viewport рендер им рич до лобах все готова картинка и в принципе выглядит довольно неплохо можно отобразить например сетку да ну тогда его первое придется включить вот и со сеткой рендерить вьюпорт так в общем будем прощаться до в следующем уроке потихоньку уже будем входить в edit mode то есть и на примере уже создание там стен вот буду как бы рассказывать о остальных моментах также если что-то непонятно да упустил какой-то момент напоминаю пишите в комментариях запишем отдельные видео вот так что всем пока до новых встреч до новых встреч